Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим, как прошло IPO Coinbase, обсудим, как закрываются рынки, какой позитив на рынок поступает, ну и в целом, что можем ожидать на следующей неделе и как заканчивается текущая неделя. Ну а прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, IPO Coinbase состоялась, компания вышла на биржу методом прямого листинга и, скажем так, это первый прецедент компании, которая становится публичной, которая связана с рынком криптовалют. Криптовалюты в этом году переживают новый виток подъема, а после того, что было в 2018 году, да, биткоин по 20 тысяч, затем падение до 3 тысяч и, соответственно, сейчас мы видим биткоин уже больше 50 тысяч. Безусловно, интерес возвращается и вот первая компания, которая дает фактически доступ, такой массовый доступ для клиентов, как компания Coinbase и выходит на биржу. Компания Coinbase порядка 50 миллионов активных пользователей, что, собственно, делает ее одной из крупнейших мировых бирж именно по торговле и по хранению криптоактивов. Давайте посмотрим, что же произошло. Собственно, заявленная цена торговли была порядка 250, что, ну, сразу же торговаться стали, безусловно, выше, то есть, уровень открытия был в районе 330. В моменте цена доходила выше 430 долларов за одну акцию. Ну, и, собственно, затем, конечно, закрылись в негативной зоне, ну, плюс там порядка 1,6% от момента открытия был прирост. Ну, собственно, да, колоссальная волатильность, там порядка 100 долларов было движение в рамках этого дня, то есть, там порядка 25%, что, собственно, конечно, говорит о том, что, понятно, что подобные активы, которые выходят на биржу, их нужно торговать крайне аккуратно и обращать внимание на то, как ведут себя и другие участники, да, по отношению к этим активам. Данная валюта стала доступна уже на счете инвест, который можно покупать также в свой портфель и держать. Собственно, здесь что еще хотелось бы отметить? Ну, во-первых, здесь важно понимать, что та оценка, которая была, то есть, она приближается к оценке в 100 миллиардов, да, 100 миллиардов. И если сравнивать, например, биржи, которые уже действуют, ну, именно классические биржи, то есть, там, NASDAQ или Чикагская фондовая биржа, то оценка Coinbase, она выше, чем другие биржи, да, на текущий момент. Но, опять же, здесь важно понимать, что хайп, он есть, да, и все стараются войти в эту бумагу. И, собственно, также Кэти Вуд купила порядка суда, закупилась на 250 миллионов акциями Coinbase, добавила в свои и те фонды. И, понятно, что здесь важный вопрос, когда заходить, да, потому что сейчас, ну, лично по мне, как сам актив, он достаточно интересен. То есть, такого продукта на рынке нет, да, то есть, он фактически один, который публично доступен, да, который можно купить в свой портфель. Но, опять же, сейчас цена не самая, на мой взгляд, оптимальная. То есть, если будет коррекция, там, до 200 долларов, до 150 долларов, то я, скорее всего, тоже в свой портфель буду добавлять, потому что сейчас оценки, они, ну, не совсем логичны. Тем более, если говорить о том, что выручка у компании, там, порядка 100, порядка одного миллиарда, да, чуть выше. Но, собственно, оценка в 100 миллиардов, она выглядит довольно-таки большой. Но, опять же, здесь тоже важно понимать, что, если рассматривать акцию роста, да, с оценкой уже в 100 миллиардов, компания будет все сложнее и сложнее и двигаться дальше и расти. Ну, посмотрим, как компания, какие данные будут поступать. То есть, это, скорее всего, то, что нужно будет оценить еще через квартал, когда компания, по крайней мере, подаст свой первый отчет, и тогда будет более-менее понятно, да, с точки зрения оценки, с точки зрения финансовых показателей, как компания действует. Ну, и, собственно, тогда уже эта новость, она будет переварена, и тогда делать какие-то действия будет более логично. Но, в любом случае, тот хайп, который есть вокруг криптовалют, да, то есть, новый виток роста, он, безусловно, этой бирже помогает. Ну, а в целом, что происходит на рынке? Все фондовые индексы вновь обновляют локальные максимумы. СНП на этой неделе показывает, опять же, исторический максимум, и рост продолжается. Собственно, здесь оказывает позитив именно макроданные, которые поступают из США. Ну, во-первых, это увеличение рост непосредственно потребления, да, то есть, retail sales выросли до 10%, и этому, безусловно, помогает стимулирующая программа Байдена, да, деньги, те, которые были выданы. Также мы видим, что снижается количество безработных, то есть, initial jobless climbs тоже упало, то есть, количество заявок на пособие по безработице тоже снижается, что поддерживает рынок в текущий момент, да, вот с точки зрения дополнительных драйверов для роста. Ну, и плюс у нас начался сезон отчетов, а многие банки уже объявили о байбеках, да, которые, которым запрещали, и, собственно, это тоже может подогреть, да, подстегнуть фондовый рынок на продолжение роста. Конечно, техническая коррекция, опять же, может всегда произойти, то есть, мы должны это держать в фокусе внимания, то есть, не всегда рост будет продолжаться там без коррекции, но, опять же, коррекция там на 5-7-10% они могут быть хорошей возможность как раз купить или сам индекс, да, или купить какие-то акции, которые проседали. В целом, неделя заканчивается позитивно, ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на рынке, да, на текущий момент. По евро, по евро у нас продолжается коррекционное восходящее движение, то есть, здесь для меня остается ключевой уровень, да, которым мы сейчас видим коррекцию, это отметка в области максимальной значения, которую мы видели как раз в марте, да, в середине марта, это отметка 1.20, да, и вблизи этого уровня я для себя тоже рассматриваю возможности продавать, потому что пока тренд у нас сохранится нисходящий, то здесь, ну, собственно, два пути развития, да, если мы все-таки, евро уходит выше отметки 1.20 и опять закрепляется, то мы снова можем видеть возврат к восходящему тренду, и здесь подобную ситуацию мы видели в семнадцатом году, когда тренд, да, нисходящий он хоть и начался, но продолжался не так долго, поэтому здесь нужно быть аккуратным и внимательным, но, тем не менее, здесь я для себя шорт тоже рассматриваю, сегодня мы уже торговались ниже минимальные значения, которые были сформированы в четверг, поэтому для меня это сигнал к поиску как раз продаж, и я поставил отложенный ордер, ну, примерно на 60% коррекции от вчерашнего дня, и, собственно, сейчас она к нему подходит, но пока сделка еще не открылась, то здесь вот сейчас в евро как раз я бы вошел, то есть, во-первых, здесь есть несколько факторов, мы у сопротивления, у нас продавцы делают первое движение на то, чтобы пойти как раз в снижение, то есть сделка выглядит довольно-таки интересно и перспективно, тем более потенциал снижения там до 1.17, он довольно-таки большой, то здесь соотношение риск-прибыль может быть довольно-таки существенной. Конечно, мы можем получить ситуацию, при которой цена может пролететь и 1.20, да, и уйти выше, то есть мы должны это понимать и должны это помнить, но вероятность пока она в сторону как раз продаж, то есть я вот, по крайней мере, для себя эту идею рассматриваю, ее я и буду торговать. По британской валюте здесь у нас тоже та же самая ситуация, но не было такой существенной коррекции, которая была по евро, в целом тренд у нас опять же сохраняется нисходящий, уже второй месяц мы видим снижение по британской валюте и здесь я тоже для себя поставил отложенный ордер, то есть сегодня мы закрепились ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера, то есть опять же это сигнал разворота, сигнал продолжения снижения, опять же здесь не такое хорошее соотношение риск-прибыль, ну и потенциал снижения, как например по евро, поэтому здесь я поставил опять же отложенный ордер, входил не по текущей цене, поставил его, ну вот буквально там за час до того снижения, которое было, вот эта нисходящая свеча, если скорректируемся туда, то в британскую валюту тоже бы я вошел, но по текущим ценам входить не интересно, потому что в этом случае соотношение риск-прибыль один к одному, а я для себя выбираю сделки, в которых есть по крайней мере потенциал 1 к 3, 1 к 4, ну или если выше, то безусловно такие сделки еще более интересны. А по паре американский доллар, канадский доллар, в целом если смотреть дневной таймфрейм, да здесь у нас пока не поменялся тренд, да, то есть есть предпосылки на то, что можем и соответственно тренд начнется восходящий, но пока мы идем в рамках тренда нисходящего. Сейчас мы находимся в середине этого канала, в середине диапазона, поэтому здесь вот эта валютная пара на эту неделю, но я думаю, что у нас следующая выглядит максимально неинтересно, поэтому здесь я сделок проводить не буду. А вот доллар иена как раз неплохо скорректировалась, да, то есть мы помним тот рост, который был последние несколько месяцев, практически без каких-то существенных коррекций, но сейчас эта коррекция как раз произошла и цены в рамках как раз последних пары месяцев, они довольно-таки интересны для того, чтобы заходить как раз в рост. Поэтому вот доллар иена это еще одна валютная пара, за которой я сегодня буду пристально следить. А если мы сегодня, во-первых, закрепимся выше максимума, которые были сформированы вчера, то скорее всего, так как волатильность вчера была не такой большой, то возможно часть позиции я войду сразу же по рынку, да, после этого закрепления и возможно часть еще поставлю на случай, если будет коррекция, если мы зайдем еще в диапазон торговли вчерашнего дня, чтобы немного объема докупить. Да, вот доллар иена еще выглядят довольно-таки интересно. Австралиец. Пролетел как раз последние три дня была повышена волатильность как по австралийцу, так и по новозеландцу, а в целом формация нисходящего тренда у нас все еще не сломлена, то есть у нас все еще остается тренд нисходящий. И здесь говорить об этом изменении, ну лично я для себя буду, в том случае, если цена может закрепиться как раз выше максимума, которые были в середине марта. А пока этого не произошло, все идеи, которые я буду для себя торговать, тоже буду рассматривать на продажу. Это важный плюс. Здесь с австралийцем пока вот такой больше диапазон, чем по новозеландцу эта картина более гнятно выглядит. Я сейчас тоже об этом покажу. Скорее всего не буду заходить в австралиец в шорт, может быть небольшим объемом, то есть совсем там риск меньше, чем полпроцента, возможно шорт я попробую, но скорее всего я буду это делать именно по новозеландцу, потому что по новозеландцу у нас был обновление, то есть уход ниже меню, в котором мы видели как раз в декабре и в январе, что приводит восходящий тренд уже в нисходящий. Вот как раз новозеландец захотеть было бы более интересно. Я уже пробовал как раз открывать здесь шорт, потому что была возможность как раз увидеть продолжение вот этого нисходящего тренда из текущих уровней, но пока этого не произошло, мы увидели перехай и вот как раз еще один момент использования стоп-лосса. Почему это важно? Потому что в данном случае я мог опять же потерять в 2, в 3, в 4 раза выше, чем когда у меня сработал стоп-лосс. То есть это тоже важно понимать, что убыточные сделки, их нужно закрывать, нужно из них выходить и искать уже точки для того, чтобы перезайти. Вот как раз по новозеландцу, если опять же сформируется формация сегодня, обновление локальных минимумов, затем ретест уровня и в новозеландец я бы тоже в шорт как раз перезашел. А золото? Золото продолжает у нас коррекционно-восходящее движение. Сейчас мы уже торгуемся выше тех уровней, которые были как раз сформированы в марте, что дает некоторые предпосылки на еще одну волну роста, но в целом на росте фондового рынка, скорее всего, и пока я рассматриваю эту ситуацию как коррекцию. Сейчас мы как раз подходим к тем минимальным значениям, которые у нас были в ноябре прошлого года и тоже по золоту эти уровни выглядят довольно таки неплохо для того, чтобы перезайти как раз в шорт. Поэтому за золотом я буду следить, но скорее всего, это уже сигнал на следующую неделю, то есть идея на следующую неделю перезаходить как раз в продажу, поэтому мы чуть более подробно поговорим уже об этом на следующей неделе, потому что сейчас здесь какие-то уровни для входа я по крайней мере для себя не вижу. А индекс DAX, ну и как мы в целом суждали фондовый рынок на подъеме, да есть позитив, есть позитив с точки зрения макроэкономики, а также продолжается сезон отчетов, который начался в этом месяце. А собственно DAX сегодня сейчас торгуется опять по локальным максимумам, перезаходить поздно, ждем коррекцию, тогда какие-то идеи здесь можно будет реализовывать. Ну и то же самое по S&P 500, сейчас торгуемся по 4166, вчера был вновь новый локальный максимум, вполне вероятно, что в ближайшее время произойдет коррекция. Но всегда, когда мы видим подобное движение, то есть, вы посмотрите то, что было там, например, в августе, цена, мы видели новый локальный максимум, цена долго-долго находилась на своих экстремальных значениях, затем была коррекция. Потом мы шли в рамках диапазона, то есть не было таких экстремальных значений, вот сейчас ситуация тоже повторяется. Поэтому вполне вероятно, что коррекция здесь была там на 10%, вполне вероятно, что в ближайшие там несколько, ну неделю, две мы можем увидеть коррекцию там на 7-8-10%. То есть, к этому тоже нужно быть готовым. Это вполне нормально, да, то есть, коррекция уже назревает, и тренд не движется всегда в одну сторону. То есть, коррекции всегда есть, они всегда будут, и чем выше мы по S&P 500 забираемся, тем ближе мы к этой коррекции как раз происходит. Ну, техническая коррекция, да, то есть, мы не говорим там об обвале или там еще о чем-то. Нефть, вот нефть ведет довольно-таки неплохо. В целом, с точки зрения технической картины, мне кажется, что пока это коррекционное движение, то есть, мы из последних сил нефть забирается на 67, может быть 68 мы увидим, но в целом, пока здесь я бы рассматривал уже непосредственно на шорт. Тем более, последние пару дней, да, был активный рост, сейчас мы торгуемся по 67,25, но нужно быть аккуратным, да, то есть, если перезаходить, хотелось перезаходить в покупки, то нужно было это делать чуть раньше, да, то есть, там по 60, по 61. Сейчас, на мой взгляд, это тоже довольно-таки опасно, та ситуация, которая сейчас на рынке происходит. А в целом, неделя заканчивается позитивно, индексы на локальных максимумах, многие акции растут, также находятся на своих исторических максимумах, не все еще акции из технологичного сектора восстановились и потенциал все еще также сохраняется. Ну а на сегодня это все, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях, подписывайтесь на канал, ну и мы с вами увидимся на следующей неделе и продолжим разбираться, что на рынке произошло и на что важно обратить внимание. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.